Севастопольский художественный музей имени Михаила Крошицкого переедет во временное помещение. Вскоре начнется масштабная реконструкция старинного здания, в котором почти 60 лет хранились уникальные произведения, живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Ремонт предусмотрен за счет федеральных средств. По словам директора художественного музея Николая Краснолицкого, переезд планируется до 1 июля. Постоянная экспозиция на время реконструкции здания разместится в культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Достигнута принципиальная договоренность с руководством и с директором Национального федерального музея героической обороны и освобождения Севастополя Николая Ивановича Мусиенко о том, что музей на небольших площадях, правда, выставит свою постоянную экспозицию в центральном выставочном центре Украины. Это позволит музею не прекращать выставочную работу на время реконструкции здания. Сейчас решается, где будет храниться многочисленный фонд Севастопольского художественного музея. Мы ведем переговоры с несколькими организациями. Почему с несколькими? Потому что хранилище музея – это почти 11 тысяч фонда. Естественно, для их хранения нужны соответствующие условия, соответствующие площади, температура, влажность и так далее. То есть в настоящее время процесс идет на завершающем этапе, и мы уже конкретно обговариваем договор. Работы по реконструкции здания музея начнутся в этом году и продлятся полтора-два года. Также переедет и детская музыкальная школа с верхних этажей. Для нее строится новое здание на проспекте генерала Острякова. Главная наша задача – это сохранение фондов и сохранение нашего коллектива на эти ближайшие два года, пока идет реконструкция здания. Потому что художественный музей, я еще раз хочу это подчеркнуть, это особый музей. У нас очень много исторических музеев, патриотических музеев, даже в каком-то смысле краеведческих музеев. А вот художественный музей – оно с 1 Севастополя.